Всем привет, меня зовут Евгений Колесов. Давно не виделись. Сразу к теме. В противоборстве с Портнягиным наступил новый этап. 12 апреля его задержали в Ростове-на-Дону. Портнягин, улетевший после начала СВО из нашей страны, спустя пару лет решил так и вернуться. Вероятно, понял, что сопляжуи, которые после начала специальной военной операции, замаскировавшись мнимыми пацифистами, остались в презираемом меньшинстве. Оно обо всем по порядку. 1 апреля Портнягин выпускает ролик про ресторан. Обратите внимание, когда его запустили, судя по всему, метнули левые просмотры. Потому как, глянем скриншот, 12 апреля у него списалось почти 114 тысяч просмотров. Далее YouTube сделал Портнягину подарок на день рождения, списав еще 348 тысяч просмотров. Вот его обычное количество просмотров без внешнего влияния. Смотрим, 536, 2593, 2613. Это на канале в полтора миллиона подписчиков. Представляете, какой диссонанс? С одной стороны полтора миллиона подписчиков, а с другой за сутки со всего канала всего жалких 2000 просмотров. Это фиаско. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Коль скоро мы заговорили о канале Транса, вот пара графиков, на которые стоит обратить внимание. Верхний это показы. Все вокруг нуля трется. А в марте 2023 года минусанулось разом 14 миллионов просмотров. Портнягин поудалял с канала кучу видео с его хвастовством Дольче Вита. Сладкой жизни. Видео про Rolls-Royce, Ferrari, обзоры базы, рекламные ролики его якобы там бизнесов, машины жене в подарок, реклама клуба 500. Все это барахло почистил. Очевидно, перебздел основательно. Кстати, посты с поддержкой Навального тоже удалил. Почувствовав, вероятно, что после дела Блиновская, Лерчика и некоторых других прохиндеев запахло жареным. И все это выпячивание сработает против него. Давайте посмотрим нижний график и пойдем дальше. Отток подписчиков. Январь 22-го минус 10 тысяч. Дальше сентябрь 22-го минус 10 тысяч подписчиков. Январь 23-го минус 10. Май 23-го минус 10. Сентябрь 23-го еще минус 10. Январь 24-го минус 10. И май минус 10 тысяч подписчиков. Канал основательно сдох. И, вероятно, YouTube скручивает ботов. Между прочим, за которые когда-то Портнягину взносили немалые деньги. Сейчас у бывших клиентов транса наверняка нет сомнений, что их развели. Что они платили деньги просто за воздух, за накрутку. Но, как говорят инфо-цыгане, без лоха жизнь плоха. Почему я начал с цифр статистики его канала на YouTube? Потому что Портнягин часто вклинивается в какие-то бизнесы, кичась своей якобы популярностью и медийностью. Главным активом является YouTube-канал. Люди вкладываются реальными деньгами, а он якобы своей медийностью. Цена которой, как мы сейчас видим, пара копеек. В очередной раз я показал, что никакой медийности у этого заплывшего тела нет. Правда, и проплаченных роликов, которые раньше выдавались за успешные бизнесы, тоже нет. В этом моменте люди прозрели. Поэтому-то никто к нему не обращается больше за видосами. Раньше каждые, помните, да, три дня выходили успешные успехи. Сейчас за полгода у него не было ни одного видео. Далее. Портнягин понял, что ему нужно вернуться в Россию. По банно-ресторанным делам еще почему-то. Но ощущая, что репутация запачкана. Он не поддерживал СВО, напоминаю, в самом начале. Просто свалил. И ничего не придумал в этот раз лучше, как отбелиться через эту самую спецоперацию. На суде сторона обвинения заявила, что блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин поддерживает Украину. Владимира Зеленского и Алексея Навального. К такому выводу прокурор пришел после постов бизнесменов запрещенной в социальной сети Instagram. Вот некоторые из постов о поддержке Зеленского. Про правильные слова. Ну и, кстати, пытаясь выслужиться, Портнягин и та получил по соплям. Читаем один из комментариев. Ой же, Полис, слышь, тебе не противно подмазываться. Нашелся определитель правильных слов. Пустозвон и балабол. Ну и далее. Оно вылизывается здесь. Дальше. Ну ты и дебил. В общем, ни там, ни тому Портнягин принялся нализывать. Затем Портнягин и вовсе вызвался переводить посты Зелебобы с мовы на русский язык. Смотрите сами. Вот такие заигрывания с фашистами. Как вы думаете, почему Портнягин стал заигрывать с Зеленским? Что его связывает с ним? Почему после начала СВО Портнягин призывал россиян не ходить на спецоперацию? Вот пост. Обращаюсь к мужчинам. Всем вам желаю терпения пройти достойно это испытание. Думая о своих семьях, перестаньте постить в Инстаграм предизывы «Встать с дивана». Есть дела поважнее. Выходит, Портнягин, по сути, саботировал СВО, помогая тем самым Укрорейху. Он пишет, мол, не обращайте внимания, какая защита интересов страны, есть дела поважнее. Складывается ощущение, что Портнягин неровно дышит в сторону Украины. Допускаю, что после обысков следствие может найти подтверждение его деятельности против нашей страны. А если еще и подтвердятся факты финансирования украинской армии, то дела Портнягина и вовсе накроются медным тазом. Скажете это фантазии? Отнюдь. Вот, пожалуйста. Также представитель обвинения упомянул одно обстоятельство. Сказал, что Портнягин якобы выкладывал посты в соцсети, в которых писал о поддержке Украины и высказывался о президенте Украине, как о своем друге. Ну, давайте прямо скажем слово «якобы». Здесь неуместно, потому что выше я уже показал посты, которые были опубликованы Портнягином в его соцсетях. И он действительно облизывал в них Зеленского. Но теперь самое важное. Я подчеркиваю, это говорится в суде, где в клетке сидит Портнягин. Говорит со стороной обвинения. Читаем. Также предприниматель, имеется в виду Портнягин, якобы, опять здесь это лишнее слово, внимание, перечисляет деньги на постройку военных объектов на Украине. Ну и там дальше поддерживает российскую оппозицию. Перечисляет деньги на постройку военных объектов на Украине. Просто представим, что следователи копают в этом направлении. Вы понимаете, чем это может обернуться? Если сейчас найдутся люди, которые начнут отмазывать Портнягина, как-то защищать, а представляете, этот факт подтвердится, на суде следователь представит доказательство, что он финансировал ВСУ. Представляете, каково будет людям, которые вписались за него. Это будет стоить им не только карьеры. Касательно Навального, Портнягин и его поддерживал, призывая молодежь выходить на митинги. Смотрите сами. Значит, считаю я комментарии под постом своим про Навального. Там мамки-активистки пришли. Вот, наших детей под пули отправляют. Я не могу понять, что в этом плохого-то, что дети выйдут на митинги. Никто их там стрелять не будет, убивать тоже не будет. Мне кажется, что сейчас современные дети растут в таких инкубаторских достаточно условиях. Сидят там в своих интернетах. Реальной жизни не чувствуют. А здесь они хоть могут выйти еще и с пользой, немножко погрузиться в политику. Пусть выходят, ничего в этом плохого я не вижу. Абсолютно не удивлюсь, если следствие вскроет факты, что Портнягин донатил оппозиции. Его посты с осуждением руководства нашей страны появились не на пустом месте. И уехал он из России тоже не просто так. Его отъезд все говорит о его взглядах. Но Россия стоит под санкциями, побеждает на поле боя, давит врага. И тут Портнягин решил вернуться. Мол, всей душой с родиной, с президентом. И вообще два года помогал нашим бойцам. Его приезд в зону СВО вызвал у большого количества людей отторжение. Оно и понятно. Осудил СВО. Призвал не поддерживать страну в сложный момент. Уехал в райскую дубайскую жизнь. И тут на тебе вылупился. Я считаю, что мы должны проявить нулевую терпимость к тем, кто в сложный для страны момент сбежал. Что это значит? Это значит категорическое презрение к мразям. Отношение к сбежавшим, как к предателям народа и страны. Только так. Портнягин захотел отбелиться за счет СВО, но просчитался. Послушаем комментарий Ивана Утенкова, реально помогающего Донбассу с 2018 года. Не хотел комментировать этот цирк, но мне прислали информацию, на которую Портнягин почему-то решил опубличить. Про какие-то 8 раз на СВО. Про работу своего фонда. И здесь не мешки ворочать. А за многие вещи еще и ответить придется. Зря ты так. Тем более эту тему затронул. Народным фронтом он там. Команда Донецкой Народного фронта тебя знать не знает, кто ты такой. Как и все остальные герои. А вот так прокомментировал выходку Портнягина ведущий авторской программы на Соловьев Live и Вести FM Сергей Мардан. Слушаем. Вот этот человек, такой гладкий, сытый, с наманитюренными ноготками, сидит в какой-то странной военной форме. За спиной ему повесили красный стяг со спасом нерукотворным. Значит, этот чувак прогнал телегу про то, что я сейчас нахожусь на линии боевого соприкосновения, я там, где нужна моя помощь. Ну и все такое прочее. Я вот когда все это увидел, я сказал, что только за этот ролик его должны отпрессовать так, чтобы кровь из глаз пошла. Потому что вот чем-чем спекулировать нельзя в России сейчас, это тем, что ты якобы на войне. И когда какая-то мразь, вот просто погонь, низшее существо, которое находится вот на самой там последней ступени, в социальной лестнице, а инфо-цыгане находятся на самом дне. Я не знаю, что с ним сделают, но сегодня его, естественно, задержали. Нет, не на линии боевого соприкосновения. Его задержали в Ростове-на-Дону. Утром, когда Портнягину сообщили про обыски у него дома на даче, в офисе, в сауне, он был настолько взволнован и растерян, что даже высказал желание остаться в зоне СВО. Но его все-таки вытащили в Ростов-на-Дону, где и задержали. Как это происходило, я расскажу позже, сейчас не могу. Некоторые отметили, что Портнягин на допросе вел себя странно. Сказал, что бизнесом занималась жена. А он как бы так погулять вышел, снимал видео и отвечал за маркетинг. Возможно, Портнягин решил таким образом слить жену, потому что они находятся в стадии развода. У него уже приличное время другая женщина. Как и у кого он ее увел, упустим. Она пока не успела, в отличие от Портнягиной, наговорить и наделать людям гадости, наоскорблять людей. Поэтому оставим. Помимо жены, Портнягин употребил и друга детства Николаева. Не удивлюсь абсолютно, если следователи оформят этих персонажей в ОПС, организованное преступное сообщество. Задержание Портнягина было хорошо спланировано. У тех, кто работает по нему, отменное чувство юмора. Ведь его можно было задержать после дня рождения, на котором он планировал шикануть вместе с двумя сотнями гостей. Блиновскую и Шабудинова задержали после их дней рождения. После того, как они нахвастались суммами, которые потратили на празднество. Я поймал себя на мысли, что инфо-цыгане сильно зависят от общественного мнения. Им очень важно хвастаться своим богатством, деньгами, перелетами в бизнес-джетах. Они даже не задумывались, что такая разнузданность может привести их за решетку. Шабудинов сел в СИЗО с шестью или семью эпизодами, я не помню, мошенничества. А сейчас их под 80. Блиновская вообще от денег потеряла голову. А сейчас спесь-то поубавилась, попросила признать ее банкротом. А знаете, что обедняет Блиновскую, Шабудинова, Портнягина и всю эту инфо-цыганскую шушеру? Презрение к фразе, которую приписывают американскому миллиардеру, основателю нефтяной компании Джону Рокфеллеру. Деньги любят тишину. Портнягину день рождения отметить не позволили. А ведь он так готовился, так готовился. Три дня на хромаке и скакал-прыгал. Смотрим его видео. Эмсалют. Мы на съемке. Уже третий день с утра до вечера мы снимаемся. Создаем очень много классного контента, который я буду использовать на своем дне рождения. Такого дня рождения у меня никогда не было. Да, такого дня рождения у него еще точно не было. Так, чтобы его поздравили первыми, следователи Следственного комитета, МВД, ФСБ заковали в кандалы и отправили в камеру убийцы. 200 гостей, большой ивент. И большая и важная черта в моей жизни, которую я подведу и пойду в новую десятилетку. Черта подведена. И про десятилетку тут Портнягин может оказаться оракулом. На десятку он может пойти. Предыдущий цикл закончился, я иду в следующий с новыми планами, с новыми целями. Мне очень хочется взять тех людей, которые будут со мной на дне рождения и с собой. А почему нет? И жена Портнягина, и друг детства Николаев, и Пальмачинский, и те, кто работал с ним по отмыванию денег и созданию НФТУ. Так все эти люди могут естественным образом отправиться с Портнягиным в новую десятилетку. Или, вернее сказать, на десятку. Адвокаты Портнягина трубят, что дело плевое, что они герои, мол, Портнягина поместили не в СИЗО, а под домашний арест. Типа это их заслуга. Вовсе нет. Следствие просило домашний арест. Его и присудили. К слову сказать, то, что Портнягин сейчас под арестом, и вообще попал в эту ситуацию, немалая заслуга адвоката Портнягина, Михаила Мушаилова, который чрезмерно хорохорился, хвастался, направо и налево грозился уголовными делами, а на самом деле лишь стимулировал работать против Портнягина и его окружения. Скажу так, если бы Мушаилова не было рядом с Портнягиным, все могло бы и не выйти на нынешний уровень. Но он утопил «Трансформатор», публикуя вот такие посты, отмечая «Меня и Ковалева». Он мало того, что топил свою репутацию, он топил клиента Портнягина и его шоблу. Но ни он, ни Портнягин тогда этого не понимали. Они думали, что все на мази угрожали, упивались своей на тот момент безнаказанностью. А какой адвокатской этике, если мы об этом говорим, можно судить, если у Мушаилова нет элементарного уважения к старшим? Я про Ковалева. Вероятно, он хотел повыпендриваться перед инфо-цыганами. Хотел получи. Не работайте с адвокатами, которые топят вас. Боком выйдет. Портнягин тому примеру. Кстати, телеграм-канал ВЧК ОГПУ на днях опубликовал аудиозаписи переговоров Мушаилова с мужем Лерчика. Это, друзья, песня. В распоряжении ВЧК ОГПУ оказались голосовые сообщения, которыми обменивались Артем Чекалин, муж блогера Лерчик, с семейным адвокатом. Семейным адвокатом. Ё-моё. Михаилом Мушаилом. Из них можно понять одну из причин, по которой Лерчик решил расстаться с супругом. Они разводятся тоже. У инфо-цыган, видите, деньги приелись. Они сейчас от жены избавляются. Помоложе, видать, тел захотелось. Он за её спиной, вдумайтесь, скидывал образцы почерка Валерии для подделки подписи Лерчик на различных документах, в том числе процессуальных. Ещё на одной записи, там четыре записи, я ссылочку приложу, вы послушайте. Мушаилов кичится своими связями в прокуратуре и обещает положительно решить дело в отношении бывшей подруги Лерчик Янковской. Янковская на заметочку, да? Она, наверное, прочитала этот пост. На третьей записи Мушаилов сообщает Чекалиным, как он успешно договорился со следователем и потерпевшим, не надо ездить в полицию и все допросы он сделает сам. На четвёртой записи Артём Чекалин и Мушаилов разговаривают по вопросу дачи ложных показаний, чтобы решить вопрос о возбуждении дела. При этом Чекалин пытается отговорить от лжесвидетельствования. Чекалин, вероятно, понял, получив такой урок, как себя нужно вести. А вот то, что Мушаилов так обосрался, это ситуация интересная. Всё это должна рассматривать комиссия по этике Московской адвокатской палаты. А у Мушаилова, между прочим, уже были там разбирательства. Я думаю, что найдутся люди, кто лишит его статуса адвоката. Это вопрос времени. И, кстати, я сейчас подумал, эти записи нужно скинуть в службу собственной безопасности полиции, прокуратуры. Пусть выяснят, с кем там Мушаилов договаривается. Как раз план по взяткам, по чистке рядов выполнят на нём. Он же с ними не просто так договаривается, правильно? Короче, я так понимаю, Мушаилов крепко подставил людей в погонах. Да и подделка документов подписи это уголовно наказуемое деяние. В общем, интересная намечается ситуация и по Мушаилову. Был момент, Портнягин выкладывал вот такой пост похвастаться. У меня сейчас под рукой нет оригинала, но я вам прочитаю, что написано. Шесть месяцев уже никаких движений по направлению ко мне. Знаете почему? Потому что у него нет времени. И улыбающийся смайлик. И дальше, дорогие зрители, самое интересное, чем Портнягин, очевидно, упивается. Четыре команды юристов направляют горы исков, плюс команда уже отправила две с лишним тысячи заявлений в органы, так как всё оформлено на маму и жену. И что? Две с лишним тысячи заявлений в органы, куда меня даже ни разу не пригласили? Серьёзно? Эти четыре команды юристов, походу, просто развели Портнягина, поднакачали его эго, а тот дурак уж и развесил и поверил. Ну а то, что на тот момент, он пишет, якобы полгода против него не было никаких действий, вероятно, Портнягин не знает, что самый опасный враг – затаившийся. Испугался ли я тогда наката его этих четырёх команд юристов? Нет. Я вам говорю, из-за его этих двух с лишним тысяч заявлений меня ни разу даже не вызвали в полицию. Всё это инфо-зыганские понты. Я этого даже не заметил. Ну а теперь особо интересное. Кто-нибудь из вас смотрел сообщение Следственного комитета? У них на сайте, касавшееся Портнягина. Давайте глянем. Вот сообщение о полном возмещении ущерба. Читаем в самом низу. «Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ России и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России». Блиновской и Шабудиновым, насколько я помню, ФСБ не занималось. Почему вдруг они заинтересовались Портнягиной? Я давно говорил, что следователям интересен клуб 500. Они, кстати, на допросе им интересовались. Нужны же данные на всех этих королей жизни, как они себя считают. А там копай под любого. Со всех можно налоги собирать за предыдущие годы. Сейчас у Портнягина в клубе 800 человек. С каждого из них собрать хотя бы по 10 миллионов получится 8 миллиардов. А с учетом того, что Портнягин расписывает всех этих мега-супер-оборотистых участников, там могут быть десятки миллиардов налогов. Это интересно, следствие? Конечно, интересно. На таком деле можно карьеру сделать. Причем всем и прокурорским ребятам, и МВД, и ФСБ. Сейчас, если задуматься, оттачивается мастерство правоохранительных и фискальных органов собирать налоги с таких прохиндеев, которые их не хотят платить вовремя. Блиновская, Лерчик, Портнягина. Это все пробный шар. На них сейчас отточат схему, и можно неплохо наполнить казну. Эта ситуация, если хотите, стратегическая. И кто будет сейчас стревать за Портнягина, это должен быть очень рисковый человек. Прям очень. Есть ситуации, в которых деньги не все решают. Кстати, обратили внимание, что сумма неуплаты 124 миллиона, это за период с 2018 по 2020 год. Платил ли Портнягин после этого периода налоги и в каком объеме, следствию предстоит выяснить. Это может стать новым уголовным делом. Как и история с его NFT-утками, на которых, по сообщению самого Портнягина, он заработал 4 миллиона долларов. Про налоги ни слова. Так вот, эта история может стать мошенничеством. И Портнягина на период следствия могут отправить в СИЗО. Сейчас следствию важно найти максимальное количество потерпевших от действий Портнягина и его окружения. Упомянутые мною NFT-утки отличный, как говорят инфо-цыгане, кейс. Все, кто купил эти картинки, все эти люди, кто потерял на этом деньги, обращайтесь в правоохранительные органы с заявлением. Скажу больше, это обязательно нужно сделать. И не только, чтобы наказать Портнягина, но в том числе попытаться вернуть деньги, хотя бы их часть. Жена Портнягина, пока еще жена, выкладывала пост, мол, ее супруг жил в Дубаях, опасаясь вернуться из-за Андрея Ковалева и его угроз. Дальше пишет, угрожал Диме, там активно искал потерпевших, обещал посадить. В общем, делают из Ковалева заказчика. Но у меня всего один вопрос. Это Ковалев заставлял Портнягина не платить налоги? Конечно же нет. Сейчас эта семейка начнет обвинять всех и вся в заказухе. Это их типичный стиль. Сами обосрались, а теперь пытаются отмыться. Портнягина может сколько угодно скулить о заказухе, но когда следователи предъявят Портнягину серьезные доказательные обвинения, а они будут, она захлебнется своими соплями, потому что дело примет серьезный оборот. Хотя есть мнение, что Портнягин уже якобы с кем надо порешал, и что со дня на день его отпустят, и заживет он прежней своей яркой жизнью. Может, будет так. А может быть, вскроются еще интересные факты, и будут новые уголовные дела. И Портнягин присядет. Посмотрим, как это будет разворачиваться. Знаете, что подумалось? Сейчас его же адвокаты могут начать его доить, разводить на деньги. Мол, договорились с этим следователем, с тем следователем, а мы смотрим, да, с вами, что там и МВД, и налоговая, и ФСБ. Вы понимаете, что порядок сумм какой может быть? Они будут доить с него денежки, выводят там пару сотен миллионов, и все. И кинут его как собаку в СИЗО, и получит он. Помните, этот представитель полицейских, с которым там Мушаилов тоже ему помогал, помогал, который потом отказался от Мушаилова, сказал, что он вообще ноль без палочки. Вот так же и Портнягина подоят, 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 потом сами от него откажутся, ну что же, Дима, ну вот так, такая твоя судьба инфоцигранская, иди сиди, десяточку, хотел новый период на десятку, получи. Допустим, дело будет пахнуть взяткой. Этим сразу же заинтересуются службы собственной безопасности, и МВД, и ФСБ, и прокурорские. Готовы ли следователи, или иные лица рисковать карьерой и свободой ради какого-то понтореза, собравшегося в политику, но при этом выступающего против нынешней власти, как он уничижительно выразился, политической верхушки. Поживем, увидим. А пока я обращаюсь ко всем, кто пострадал от действий Портнягина. Пишите заявление, давайте показания. Будут вопросы, обращайтесь ко мне, имейл у меня будет в описании. Можете писать, Ковалеву, Андрей Аркадьевич активно занимается поиском потерпевших и от Портнягина в том числе. У меня все, ничего не бойтесь, но берегите себя. Всем оптимизма. Пока.